Несмотря на то, что американская пропаганда, как бы случайно оговаривается, называя визит Синь Цзинь Пин государственным, Китай так и не объявил этот визит государством. Конечно же, я допускаю, что тезисы, которые были предъявлены Байдену, они были не без учета российских интересов. Все-таки партнеры и все-таки отношения Китая и России более тесны. Что касается Орбана и вице-лидеров, это в принципе последние политики Европы, потому что все остальные это просто прихвостни американские, а они реально действуют в интересах своего народа. Польская пропаганда работает именно в сторону демонизации Республики Беларусь вообще всячески. Это торговля детьми, избиение мигрантов. С 7 до 10 утра на Альфа-Радио. Доброе утро, Мария. Доброе утро, Вадим. Доброе утро, дорогие слушатели и зрители. Ну что ж, начнем с темы, которая обсуждается уже очень достаточно активно и будет, я уверен, обсуждаться еще на протяжении достаточно длительного времени. Это, конечно же, встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Диньпином. Уже прозвучали какие-то заявления, поговорим о них чуточку позже. Китай заявляет, что не стремится к гегемонии. Тут же выходит президент США и все равно называет председателя КНР Си Диньпином. Ну, вообще, в целом, глобально эта встреча прямо так кардинально изменит ситуацию, на ваш взгляд? Ой, так все это интересно. Ну, по факту, ничего особо не изменилось. Значит, обращаю внимание на детали. Несмотря на то, что американская пропаганда как бы случайно оговаривается, называя визит Си Диньпина государственным, Китай так и не объявил этот визит государственным. И это, на самом деле, тонкость, ну, важная. А любой китайский лидер хотя бы раз в жизни за вот свой срок правления пребывает с визитом именно государственным в США. Как мы видим при Байдене и Си Диньпине, такой визит не случился. Это немножко другая история. Ну, далее. Стороны друг друга называют партнерами. Когда у вас товарооборот в триллионах, ну, это, в общем, сумасшедшие цифры. И, конечно, вы не будете называть друг друга врагами. Но тот, кто все-таки интересуется дипломатическими вот этими тонкостями, согласится со мной, что партнеры – это такая вежливая формулировка для врагов. Конечно же, мы помним все визит Пелоси в Тайвань, десантирование вот это вот. И это нанесло большую травму отношения Китая с США. И после этого были как раз приостановлены военные контакты. И сейчас вроде как, опять же, указано, что при соблюдении неких условий, то есть нет такого, что мы точно договорились, сейчас мы по военной линии, все у нас возобновляется. Заметьте, этого нет. То есть я уж не знаю, там, конечно, американские пропагандисты работают, но по факту, если в случае, если вот все аспекты сойдутся, а может, они не сойдутся, то есть мы понимаем, что ничего не изменилось. Ну, понятно, что эти страны, конечно, должны в любом случае, диалог должен быть, все-таки это экономики в первую очередь, экономика, товарооборот, поэтому состоялся такой визит. Ну, а вот тонкости эти, опять же, диктатором назвал, потом еще раз, да, Байден, да, назвался диктатором, и, по-моему, дважды, и, соответственно, и китайский лидер. Мы понимаем, что вот эта история после Тайваня, она, на самом деле, никак не, сейчас ничего не реабилитировано, отношения международные. Собственно, вот какой-то особой радости, и даже вот внешне исключительно, мы видим по китайскому лидеру какую-то такую его, ну, вот отсутствие радости в глазах. Вот вспомните кадры визита или переговоров с Владимиром Путиным, с Сидим Пинем. Совершенно другой человек, абсолютно какая-то другая визуальная, от него аура исходит, и это, на самом деле, кажется мелочь, и, на самом деле, это тоже важно. Кстати, а вот то, что касается освещения этого визита, вот, на ваш взгляд, будут ли как бы пытаться использовать каждый в своих, скажем так, интересах? Потому что есть две стороны, которые пытаются этот визит привнести в разных ключах. Вот есть ли отличия? Вот вы, я знаю, мониторите, я знаю, что вы смотрите. Ну да, но они же уже начали, в принципе, то есть там незадолго до визита китайского лидера немало было публикаций именно о том, что экономика Китая не такая уж сильная, и, возможно, она и не первая, и, в общем-то, и, в принципе, нечем хвастаться. То есть вот меня эти, на самом деле, публикации удивили, я на них обратила внимание, как работает странно, при том, что, по идее, в преддверии этого визита, наоборот, все должно быть как-то нейтрально и гладко. Ну нет, панду китайскую забрали назад из Штатов. Это, между прочим, тоже элемент дипломатии, понимаете ли. Публикации весьма сомнительные. Ну, китайской прессе, возможно, я просто не так активно мониторю. Ну, вроде бы, таких вещей не было, вот все-таки американцы грубо работают. Кстати, то, что вы затем затронули тему, вот, опять же, уровня визита, да, все-таки давайте вспомним визиты нашего президента, потому что он же был государственным визитом, да. Вот сейчас, на данном этапе, когда мы говорим, вот, скажем так, об отношениях, вот, Беларусь и Китай, несмотря на разницу, скажем так, вообще, в принципе, в двух странах, мы можем на карту просто посмотреть, но, тем не менее, вот эти заявления наших стран о дальнейшем развитии таких образцовых отношений, всепогодных, всестороннего стратегического партнера Беларуси и Китая, вот, это же доказывает, что у нас отношения другие. Да, ну, я отмечу, что мы, конечно, очень мудро себя ведем и грамотно используем свое географическое положение, потому что, если мы вот просто для примера, я не могу не привести его, возьмем нашу соседку Литву, которая, действительно, вот я уже неоднократно говорила, напрасно пошла как-то, контрнаступ какой-то организовала, во всяком случае, совестно против Китая, и теперь Клапецкий порт абсолютно пустой. И без наших грузов, и без китайских, а мы часть вот этого самого пути, торгового пути логистического, один пояс, один путь, и это действительно большие доходы, и все знают, что у нас есть большой проект «Великий камень», и все знают о производстве автомобилей, Билджи. Ну, здесь мы, кстати, тоже руки развязаны, то есть у нас именно сборочное вот идет производство, то есть мы, в принципе, наши специалисты, если вдруг что-то случится, они могут самостоятельно тоже собрать, они технологии уже знают, это здорово. Вот, знаете, когда меня спрашивают, зачем белорусский ноутбук, если все все равно, там, может быть, покупают все-таки западную технику, я говорю, на случай грандиозного шухера у нас зато будет не палка-копалка, а мы вообще все умеем. Ну, а кроме шуток, в мире сейчас нужно быть готовыми ко всему. Вот и все. Ну, и понятное дело, что, кстати, даже навстречу, вот, казалось бы, Штаты и Беларусь, да, вроде бы наша страна там не такая крупная экономика, понятное дело, но визуально даже Си Демпин был более радостный на переговорах с Александром Лукашенко, чем с Байдером. Ну, что же, это не может не радовать. Ну, что же, продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема, которая, конечно же, по-прежнему горячо обсуждается в информационном поле, это ситуация, которая сейчас на данном этапе происходит на Украине, а точнее, вообще, в принципе, происходит на территории Запада, в западных странах, потому что, по большому досчету, мы видим, что уже жаловаться начинает Запад, что Украина там не раскрывает им своих планов, Украина жалуется, что недостаточно военной техники, которой он поставляется. На данном этапе, вот как вы считаете, будет ли какое-то противостояние, ну, опять же, взять ту же Польшу, которая там с Украиной достаточно таких высоких нотах сейчас, критических разговаривает, либо все-таки вот цель навредить Российской Федерации, она все-таки преобладает пока? Вот не закончила еще с Китаем, но я начну, зайду оттуда, ну, потому что, на самом деле, очень забавно еще у них, потому что, в основном, у Китая больше требований и просьб к США в геополитике. И Украина, вот здесь тоже такое интересное экспертное мнение услышала, все же, Украина это такая площадка для глобального столкновения. И тема Украины также звучала на переговорах лидеров китайского или американского. И по некоторым данным сейчас, опять же, это вот прям ходят слухи. Так. Вот мы предполагаем, да, что сейчас в Киеве находится один из представителей, или не один, из ЦРУ, который ведет переговоры с Зеленским, подговаривая его, как бы, ну, как минимум, уйти в отставку. Вот это интересно. На фоне переговоров... Его заявление, что там про заморозку, вот он говорит уже, что это слово. На фоне переговоров Байдена и Си Дзимпиня. И я допускаю, и мне даже кажется, учитывая, во-первых, соседство, все-таки географическое положение Китая, России, да и в целом украинский кризис не выгоден даже Китаю. В первую очередь мы говорим об экономике. Он выгоден только экономически Америке. В Америке. И, конечно же, я допускаю, что тезисы, которые были предъявлены Байдену, они были не без учета российских интересов. Все-таки партнеры и все-таки отношения Китая и России более тесные. Таким образом, я допускаю, что сейчас вот на фоне этих переговоров будет какой-то совершенно интересный поворот, совершенно другое развитие событий. Что касается усталости западных стран, ну, все в цифрах, все экономика решает. Слушайте, любовь к демократии, к Зеленскому приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Мы сейчас знаем, что в Польше происходит... Прошла вот забастовка фермеров, пришла следующая забастовка. Ну, слушайте, а на самом деле там 400, по-моему, с чем-то миллионов долларов убытков у европейских фермеров из завоза дешевого технического украинского зерна. Они его беспошлино возили типа в Африку, на самом деле продали в Евросоюзе. Естественно, все фермеры взвыли, у них весь урожай сгнилый, и дело даже не только в зерне, там и в фрукты, овощи. Окей, сделали запрет импорта из Украины, но это уже не спасет разоренных фермеров особо. Дальше. Украинская дешевая рабочая сила. Дальнобойщики. В Польше все опять воют, что, ну, простите, мы разоряемся, украинцы готовы за бесценок все перевозить товары, они же на территории Польши тоже катаются, и на территории Евросоюза. Польские фирмы сокращают штат. Соответственно, забастовка и три погранперехода на украинско-польской границе перекрыты сейчас. Ну, то есть там вроде как чуть-чуть они там цистерны с топливом вроде допускают, но вы представляете, что такое вообще фуры, что такое коллапс на границе, все не так просто. Один только погранпереход работает. Это убытки по скромным подсчетам вроде как 160 тысяч долларов в сутки. Ну, тоже интересно. Цифры такие впечатлительные. Цифры, да. Ну, и понятно, что в первую очередь страдают экспортеры металлургии, древесины, вот такие. Экономика Украины и так в печальном состоянии, плачевном, поэтому это действительно больно бьет. Ну, в принципе, мы уже видим усталость, в принципе, призывы, слухи ходили-то и раньше, что в кулуарах европейского парламента есть такие разговоры, давайте уже как-то Зеленского толкать к мирным переговорам, к чему-то такому. Но для Киева, как и для Вашингтона, это, наверное, один из немногих пунктов, который их сближает, война, это бизнес. Это бизнес органов, черная хирургия, вот эта транспортология, господи, у меня уже язык заплетается с утра. Да, дальше, это, опять же, торговля детьми, мы видим эти ужасающие факты, мы фиксируем, слышим о них. Понятное дело, это военная помощь, ну, вот сейчас с ней проблемки. Ну, в общем-то, вот как-то так. Спасибо, огромное за мнение. Ну, кстати, вот две страны уже сейчас так активно в Европейском Союзе показывают свою позицию, Венгрия и Словакия. Вот как вы считаете, они тараном таким станут в Европейском Союзе, то, что касается помощи Украине? Понятно, что, вы понимаете, есть две истории, есть Венгрия и Словакия, есть Германия, которая заявляет устами Шольца, что они будут увеличивать военную помощь Украине. Вы увеличились, причем достаточно серьезно, в два раза. Вот смогут ли несколько стран, да, которые активно заявляют о своей позиции, говорят адекватные вещи вообще, в принципе, вот как-то таким информационным тараном, да, и, в принципе, своими решениями Европейский Союз еще больше пойти в сторону переговоров и решения вопроса? Просто в отличие от Шольца, Орбан и Фицца, они действуют в интересах своего народа, а Шольц в интересах западных кураторов. Уже неоднократно жаловались же военнослужащие Германии тоже, что не хватает самим на учениях, не снарядов пока что, но патронов. Если Вашингтон очень классно, ВПК их заработал на украинском кризисе, сейчас уже пора сливать, потому что все, уже как бы до дна дошли. Сейчас арабо-израильский конфликт, и, кстати, ВПК, именно американские военно-промышленные компании, акции взлетели сразу же в первые дни. Да, зарабатывают на украине. То у Евросоюза немножко другая история. Они свою старую технику отдали. Конечно, что-то они бесплатно утилизировали на территории Украины, свои интересы они прикрыли, потому что утилизация таких вещей – это очень дорогое удовольствие. Но сейчас им тоже приходится закупать технику у кого? У американского военно-промышленного комплекса. Ну, понятно, есть, конечно, Франция, которая что-то там делает, но все равно они немножко в зависимости. Что касается Орбана и вице-лидеров, значит, это, в принципе, такие последние политики Европы, потому что все остальные – это просто прихвостни американские. Они реально действуют в интересах своего народа. Они представляют старый свет Европы, вот именно старый свет, глубинное, можно сказать, правительство Европы. Объясню, далеко не все элиты европейские хотят и довольны ситуацией. И они же понимают, что Евросоюз, по сути, в заложниках у штатов. Это, по факту, какая-то колония, которая просто выполняет интересы. Мы откажемся от газа, мы будем спонсировать там Украину, всяких беглых и прочее. Мы будем жить хуже, да. Опять же, нарушены логистические цепочки перекрытием границ с Беларусью, нарушением отношений с Россией. Я вообще молчу, энергетический кризис. То есть, получается, Вашингтон грамотно, очень поступательно разоряет Евросоюз. И, естественно, в Европе не идиоты, естественно, элиты, далеко не все, рады этому. Может быть, они что-то сделать не могут, но я думаю, что именно вот Орбан и Фицца, они говорят вот голосом, и за ними стоят, скорее всего, вот эти элиты старого доброго света, старой доброй Европы, которые пытаются как-то восстановить. Я занималась вопросом именно Словакии, ведь очень много было обвинений, что это пророссийская коалиция, короче говоря, везде рука Кремля, если вы вдруг не согласны с чем-то. Кстати, даже вот этих дальнобойщиков, которые вообще понятно, по каким причинам они там протестуют, эти польские дальнобойщики, их украинский какой-то там мэр приграничного города обвинил, что они вообще российские террористы. Я думаю, ну это все. Это просто, ну, Дуда тоже, и Моровецкий, видимо, российские террористы. Если не знаешь, что идет, вали все на Россию. Вообще, абсолютно. И его тоже вот в Словакии, значит, нового премьера, этого там обвиняли в том, что он, значит, пророссийский, если разобраться, то не обнаружено явных следов, я не вижу там про... там исключительно позиция, я про словацкий, я за свой народ. И на самом деле, ну, радует, что этим лидерам, в принципе, удается как-то свои интересы отстаивать. Посмотрим, чем это закончится, конечно, для них. Это уже интересно. Кстати, вот то, что касается Европы, вот мы тут говорили о ситуации и отношении к Украине, но еще же очень важная тема, тема миграции. Вот Сенат Франции принял проект нового закона о миграции в первом чтении. Вот интересная история, значит, первоначальная содержит такие две важные меры. Во-первых, более эффективное действие по осуществлению депортации иностранных граждан, официально подлежащих выслуке страны, и более эффективная социальная интеграция беженцев и всех тех, кому разрешено оставаться во Франции. Ну, по большому счету, если перейти на простой язык, то есть хотят просто людей втянуть в работу, да, то есть вся вот эта история, когда принимали огромное количество беженцев, она потихонечку заканчивается, либо же нет. Это вот опять про то, что я сказала. В интересах Вашингтона раздробить Европу. Вообще самое главное было препятствовать, в принципе, союзу Евросоюза и России. И, конечно же, Штаты поступательно всех конкурентов сливают. Евросоюз больше не большой геополитический игрок. У него большие проблемы. Это энергокризис и, как последствия, экономический кризис. На самом деле мы это сейчас видим. И я думаю, что, в принципе, в таком непонятном экзистенциальном состоянии сейчас Евросоюз, то ли распада, то ли сейчас они присоединят уже, я не знаю, всех, кого можно и нельзя. Но это, мне кажется, все-таки начало конца. И мы видим все просто идеально. То есть, опять же, пропаганда ЛГБТ – это отдельная вообще история. Это тоже как бы для снижения населения мало населения, экономика не вывозит, все. И, конечно же, вопрос миграционного кризиса – это не только вопрос исторический, потому что все-таки они поплатились за то, что у них были колонии. Но это вопрос еще недальновидной политики, и она во многом продиктована именно заморскими кураторами. Я думаю, что это слишком поздно. Эта мера должна была быть принята в самом начале, когда только начиналось, это все еще, господи, 20 лет назад, или 30. Только по официальным данным более 5 миллионов мигрантов легально зарегистрированных во Франции. Сколько их на самом деле? Никто не знает. Никто не знает. И есть целое гето. Да, это вообще, мне кажется, невозможно, если мы говорим о том, что существуют районы, куда боится заехать в полицию. Я вообще слабо представляю, что у Макрона хватит воли политической навести порядок, потому что он сразу же будет обвинен в том, что он диктатор. По двум причинам. Первое, это действительно будет такая шоковая терапия для европейского общества. Действительно, нужно действовать жестко. Правда, в этой ситуации иначе не получится. И второе, так как у Вашингтона совершенно невыгодно, чтобы Франция, Германия, Великобритания были в порядке, у них все было окей с экономикой, чтобы был порядок в этой стране, естественно, они будут препятствовать и первые будут кричать, что Макрон, извините, вы куда вообще лезете. Ну и, естественно, он не пойдет на это. Ну не пойдет, потому что он ставленник Вашингтона, не пойдет он поперек бачки в пекло. Кстати, вот еще интересная история, которая касается беженцев. Это, конечно же, ситуация в кавычках интересная, потому что история такая трагическая. Это ситуация на границе с нашей страной, продолжается смерть, продолжается такое жестокое обращение. Вот на Ваш взгляд, это есть определенная политика, то есть они уже пытаются избавиться, и все это в одном ключе следует разбавить, следует, в принципе, принимать и понимать вообще. Либо это уже такое конкретное действие, там, польских пограничников, польской стороны, там, латыши, Латвия тоже, там, находим трупы. Ну я как... Во-первых, конечно, это можно расценить как провокацию, потому что они же, видите, перманентно обвиняют нас. Хотя у нас есть все доказательства, что это делает совершенно не наша, не белорусская сторона. Мы, наоборот, всячески спасаем, помогаем и оказываем помощь этому. Это все зафиксировано. Факты – самая прямая вещь. Но понятно же, что мы сейчас в информационном веке. Как покажут, так и все запомнят. Собственно, польская пропаганда работает именно в сторону демонизации Республики Беларусь вообще всячески. Это торговля детьми, избиение мигрантов, ну и вообще... Мы тут, между прочим, с вами уже давно с голодухи чуть не умрем, по их версии. Особенно я, да. В общем, ну, что поделать, да. Отправим вас в Польшу как живое опровержение яркого фейка. Хорошая идея. И, конечно, я как-то вот философски сегодня с утра что-то мыслью. Это вообще большая такая история, вот разница англосаксонского мышления и славянского. Мы вот накормим, напоим, медицинскую помощь предоставим. Очень много фактов, там огромная статистика, сколько мы спасли людей, сколько им помогли. И я сейчас вот конкретно про беженцев. А поляки, несмотря на то, что они все-таки славяне, они же от этого отрекаются, они сейчас действуют в лучших традициях англосаксов. Мы знаем, как от США, как они действуют, когда, например, на их глазах там мигранты плывут, например, у побережья в Майами. Акулы их доедают, они даже эти лодки их резиновые, они их простреливают. То есть они не арестовывают человека и не депортируют его, вообще-то, по закону. Вы же такие вообще поборники нравственности и закона и права. Они просто простреливают им эти лодки их резиновые и смотрят на то, как акулы пожирают этих несчастных беженцев. Точно так же мы видели очень много историй Лампедузи этой, да, то есть очень много, когда, ну да, есть кадры, как спасали людей. Но сколько не спаслись или сколько их не пытались спасти, на самом деле. И эти кадры, они просачиваются, тем не менее, они существуют. Это ужасно. Ну и потом, вы знаете, опять же, сила пропаганды. Европейские чиновники сами же называли одной из проблем и причин миграции. Это такое сарафанное радио о том, что прибывшие эмигранты, они рассказывают, они весточку в свои страны о том, что здесь очень классно, здорово, пособие и так далее, и так далее. Ну да, часть это правда было. Ранее они сами, надо что, создали такие условия, если бы сразу такой закон, что здравствуйте, давайте социализироваться и работать. Вопросов нет, но почему-то весьма недалевидно. Они смотрели, они раздавали всем пособие, надеясь, не знаю на что. И сарафанное радио работает. Так ездите в те страны, делайте агитационную пропаганду и рассказывайте, что на самом деле, если ты не будешь работать в Европе и работать тяжело, то ничего не будет. Но они же так не сделали. Они же, понимаете, все рассчитывали, что приедет именно дешевая рабочая сила арабская, а чего-то вот не вышло. Просчет был большой. Ну, на самом деле, то же самое и Польша, мы же все понимаем, и польские власти понимают, что в Польше никто не остается. При Балтике я вообще молчу, там, слушайте, там уже своего-то населения, там одна, это, как ее зовут, президент Литвы, она, наверное, сидит со своим правительством, ну и всякие карочи, и вот наша оппозиция. На самом деле, страны при Балтике, там вообще кадры, вы погуглите из интереса, все вымирает вообще, просто вымирает. Никто туда точно не поедет из мигрантов, они не глупые люди. Ну и в Польше тоже ведь очень маленькая статистика. Они все едут как раз в Францию, в Германию, к своим уже общинам, родственникам. Поэтому это все со стороны поляков большой лицемерия и провокация в адрес Беларуси. Кстати, вспомнили про оппозицию. Вот сейчас на данном этапе активизировались, разучали даже некоторые там комментарии, слова по поводу учебника о генотиде белорусского народа. Почему так боятся наши истории? Ну, я думаю, недавно просто гранты новые распределили, они получили, им надо чего-то... А по поводу чего-то возмущаться, ну, собственно, молодцы, отрабатывают. Спасибо за ответ. Ну, вообще, в принципе, Запад, нашу историческую память боится в целом, потому что, ну, вы правильно говорите, есть там гранты, есть задания. Но вот так прямо очень остро реагируют на все те вещи, о которых мы говорим активно. Вот вы заметили, что в любой войне стараются, кстати, не щадять же обычно именно исторические какие-то монументы, дворцы царские. Потому что вот даже любой человек здравомыслящий, который бывал в том же Петербурге и видел всю красоту и могущество вот этого наследия большой империи российской, ну, не может не возгордиться за то, что была такая вот страна, такая империя, а это очень важно. Когда человек помнит о своем прошлом, о своей истории, у него большое будущее. Понимаете, нельзя не помнить, что мы народ-победители, нельзя забыть, какие ужасы принес нам фашизм, национализм. Забыли вот тут на Украине и здравствуйте, получили. И получили. Просто невозможно. А когда мы помним, что мы народ-победитель, что мы были и большой империей, мы были и большим там Советским Союзом, который смог преодолеть все ужасы войны, извините меня, если Франция там сдалась, здравствуйте, пожалуйста, или там, не знаю, ну, любая практически страна, а то мы вообще-то Польшу освобождали, наши прадеды, деды там погибали, ну, как это можно забыть? Естественно, это раздражает, естественно, бьют в первую очередь. Поэтому даже вот возьмем любую вообще войну и любую территорию, там тот же ИГИЛ уничтожал в Сирии, что? То же историческое наследие, которое там веками стояло и находилось, именно для того, чтобы, ну, вот, понимаете, со слов вот я расскажу там детям, вы расскажете, но это все не то, а когда они сами это увидят, прочувствуют, это совершенно другое восприятие, поэтому на самом деле и бьют, и, конечно же, факты геноцида, слушайте, но им же платят оппозиции за то, чтобы они ненавидели все отечественное, всю нашу историю. Посмотрите, они же ведь перевирают историю очень грамотно, талантливо, они оправдали даже коллаборационный белокрасно-белый флаг, они рассказывают какие-то мифы о том, что была Белорусская Народная Республика, когда считают, что это позорище, это просто позорная страница нашей истории, это люди, которые своих же соотечественников убивали под этими вот знаменами, ну, это вообще отвратительно, каков абсурд, эти люди вообще не в себе, на самом деле, они этим пытаются гордиться, абсолютное перевирание вот на черное, скажем, белое. И им за это платят, ну, их нельзя осуждать, у них такой вот выбор, они продали это все, ну, окей, это их выбор. Вот, естественно, они, вообще их бы всех, вот, хорошо бы отправить с прокуратуры нашей на раскопки, чтобы они прочувствовали, посмотрели, вот какие, то есть, вот и правда, на восстановление мемориального комплекса Хатынь, например, ну, чтобы немножко проснулась в них все-таки память предков, если они, конечно, не были у них полицаями, вот. Соответственно, это, естественно, все нужно уничтожить, это, естественно, нужно все, ну, с точки зрения пропагандии, как бы высмеять, чтобы у сомневающихся, у неокрепших умов, у подростков вот этот тренд был, да, это все ерунда, это все выдумки, это модно, как бы, да, стебать, это, на самом деле, этого не было. Вот чтобы такой миф создать, они очень грамотно создают мифы. То ли еще будет, у нас сейчас развивается сотрудничество с Россией, а это просто красная тряпка для националистов белорусской оппозиции, поэтому там собираются издать пособия по совместной истории союзного вот именно государства, у нас же очень много общих историй. То есть вопросов о тем волнующих будет еще много. Будет очень много, да. Еще очень важная тема, поручение главы государства выполнено. Из сектора газа эвакуированы белорусы и члены их семей. Вот появились в телеграм-канале пол первого уже видео, и действительно первые такие кадры слезы белорусов, которых эвакуируют из сектора газа. Вот цитата, этот кошмар уже позади. Вот опять же, как сказал наш глава государства, самое дорогостоящее это хлеб, а самое дорогое это люди. Вот белорусское отношение к нашим гражданам, отношение президента нашей страны, вот насколько это сейчас на данном этапе, мы видим, как это важно, и Беларусь делает для этого все возможное. То есть людей забрали из этого ужаса. Вот два вопроса. На данном этапе мы должны вот людям, опять же, показывать, как это страшно, да, война, потому что кадры действительно ужасные, и мне кажется, что их должны посмотреть все те, кто еще вдруг что-то не понимает и не понимает, что происходит. Сто процентов. Ну, у нас вообще есть такая болезнь в обществе. Все как-то всем не нравится, все как-то очень плохо. Хотя коммунальные счета нормальные. Смотришь на улицы, Тесла на Тесле, Мерседес на Мерседесе, все отдыхать как-то едут, вроде бы у всех телефоны современные. Все плохо все равно, всем все отвратительно. А вот посмотреть, как живут в тех странах, где и не очень-то чисто, и не очень-то там налажено в медицине безопасности даже, да. То есть вот от мелочей. У нас инспекторы ГАЭ, все, например, у них видеорегистраторы и прочее, прочее. Это говорит о том, что везде порядок, порядок, чистота, и люди немножечко подзабыли. И вот, знаете, в какой-то степени меня радует, что столько наших соотечественников уехали в ту же Польшу, в ту же Прибалтику, пусть посмотрят, в Израиль. Там есть очень много проблем. Ну, мы сейчас даже не говорим о ярких таких представителей либеральной тусовки, которые уехали в Израиль от войны. Это вообще анекдот уже, конечно. Ну, а что говорить о Палестине? И вот эти люди, которые видели воочию, что сделал Израиль, ну, скорее, руками Израиля, что сделал Вашингтон, и прочувствовали. Ну, самое главное, люди видели... Я надеюсь, что они будут рассказывать, они передадут, они не будут молчать, потому что об этом нужно говорить. Ну, слушайте, ну, нужно говорить о той колоссальной работе, давайте говорить прямо. Я уверен, что огромное количество людей в этом было задействовано, нужно тоже об этом говорить, что это не так просто. Да, ситуация достаточно сложная, и сейчас на данном этапе действительно, как бы, это колоссальная работа, в том числе и президента нашей страны, по его поручению. То есть есть кадры уже, где комитет госбезопасности, люди там встречают, да, прямо у этого перехода там дают, какую-то гуманитарную помощь, там, людей кормят, поют. Ну, это же тоже нужно рассказывать, и тоже нужно говорить, что это колоссальная, это не просто так все происходит. Вот, во-первых, у меня не было даже сомнений, что мы спасем наших соотечественников. Есть Берестящий пример, тоже недавний, это когда началось СВО на территории Украины, тоже было очень оперативно, все сработали. Я могу сказать, что да, это большая работа МИД, это большая работа спецслужб, но вот эти герои, они на самом деле всегда в тени. И даже если мы пригласим главу комитета госбезопасности в гости или пресс-секретаря МИД, они очень скромно об этом расскажут, буквально, мне кажется, в нескольких словах, без деталей о том, сколько трудностей им наверняка пришлось преодолеть. И наверняка немалую смекалку подключить к тому, чтобы решить некоторые вопросы, и терпение, и, конечно же, ну, это нужно учитывать, и просто предположить, насколько это непросто физически. Все-таки, ну, снаряды, они же не разбираются, кто там... Ну, на самом деле, да, поэтому надо сказать большое спасибо, и, может быть, даже как-то попросить, чтобы не скромничали, где-то побольше рассказывали. Ну, и получается, что в белорусской диктатуре ценность человеческой жизни очень-очень важна. Ну, ничего себе, неожиданно как, да. Для многих наших оппонентов, пусть они это знают. А представляешь, если там были люди, которые уехали и не очень-то, не очень-то по-доброму высказывались о государственном строе в нашей стране, да, а потом вот в острый момент вспомнили белорусский паспорт, да. Ну что, спасибо огромное, время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и слушайте в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня была политический обозреватель АТН Мария Петрашко. Мария, спасибо огромное за имкий разговор. До встречи в буднях.